У нас на столе, как всегда, в конце нашей церемонии две статуэтки. Одна для лауреатов следующего года, как ориентир, а одна для того лауреата 2011 года, которого я сейчас приглашу сюда через минуту. Я надеюсь, вы уже догадываетесь, о ком идет речь. И об этой актрисе я могу рассказывать часами. Думаю, что каждый из вас может восхищенно перечислять ее роли и говорить, как мы ее все любим. Хочу сказать только об одном факте из ее биографии. Не знаю, правда ли это, но говорят, что каждый год она делает себе один подарок. Заново перечитывает Евгения Онегина. Так ли это? Ну, а представить нашего лауреата, тем не менее, я прошу профессора Санкт-Петербургской консерватории Ирину Тайманову. Любите ли вы театр со всей силой и страстью? Любите ли вы его так, как люблю его я? Когда-то вопрошала героиня Татьяна Васильевна. И благодаря ей так много людей полюбили не только театр, но и эту уникальную Татьяну русскую душой с ленинградскими корнями. Для меня она самая любимая актриса изо всех, кого я люблю. Потому что ворвалась стремительно фабричной девчонкой в нашу юность. Потому что потом стала роскошной монаховой в варварах. А потом вскоре уникальной Софьи, которой не было никогда до нее, даже если брать замечательные исторические образы. Я бы сказала, интеллектуальная чувственность и женственный интеллект. Впрочем, в пьесе Леонида Зорина, когда вы выходили в запрещенном спектакле Лоли в римской комедии, то Татьяна Васильевна выходила из оркестровой ямы в римской одежде, в тоге. И Юрский, заглядывая в ее уникальное декольте, говорил, «Какой интеллект!» Это так? Правильно. После этого была тончайшая, трепетная Маша в трех сестрах и совершенно поразительная озорная лужка. После этого было так много. Была и мачеха, и Тритополя на плющихах, опустела без тебя земля, опустела без нее земля наша, ленинградская. Потому что эта земля родила Татьяну русскую душой, эта земля приняла ее из МХАТа с любовью, эта земля возрастила ту Татьяну Доронину, которую так любил Георгий Александрович, и на которую стояли очередями зрители. Потом было другое. И великолепные обе королевы, и Елизавета, и Мария Стюарт. Было множество ролей во МХАТе и на других подмостках. Был театр Маяковского, и она была чудесной, дульсиней, табоской. Татьяна Васильевна была такой разной на всех поворотах, но всегда жертвенный и страстный, нежный и поэтичный, загадочный, такой, как Монахова. И такой нежный, как Наташа Уразинского, еще раз про любовь, не говоря уже о старшей сестре, которая просто вела за собой поколение. Я люблю вас, Татьяна Васильевна, от имени нескольких поколений, которые здесь. Я хочу поклониться вам, потому что каждое ваше появление и на поэтической сцене, и тогда, когда вы берете гитару в руки, и тогда, когда вы входите в свой директорский кабинет во МХАТе, ваше появление необходимо нам, тем, кто вас любил, любит и будет любить долго. Вы царская натура, вы царское явление на сцене, вы пушкинское, потому что вы богаты духом, и вы петербургское, где бы вы ни были. Низкий вам поклон. АПЛОДИСМЕНТЫ Люблю вас, и вы замечательные, и со знанием, главное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вручать? Сейчас. И я думаю, что когда такой мужчина, как Андрей Максимков, и замечательный, любимый мой художник, глава всех Митьков, и такой продюсер вручают, то это лишь часть тех мужчин, которые стояли в очереди, чтобы поклониться вам. Я думаю, это очень чистая премия, царско-сельская премия. Она очень чиста, не только потому, что она вручается в лицее. Ее вручают замечательные люди, при замечательной публике, в уникальном зале. И я думаю, вы должны здесь прописаться. С праздником вас! АПЛОДИСМЕНТЫ Митюк, может скажешь что-нибудь? Я не смею. Вот чем интимнее гости отворачиваются, тем журналисты дальше и дальше проникают Что же вы там хотите увидеть? Пожалуйста Все-таки я скажу, что Татьяна Васильевна в результате две работы выбрала, я очень счастлив Прекрасные работы Прекрасные, изумительные С ощущением моего любимого города На редкость Прекрасные работы Хотя как будто от обратного созданы Я благодарю за дивные слова сказанные человеком который так или иначе действительно интересовался моей творческой биографией Это бывает не так часто потому что обычно красиво и много говорят не видя, не слыша а потому что так полагается потому что ты приглашен и ты должен что-то сказать Это с моей точки зрения является достоинством и качеством моего города Поколение подлинной интеллигенции моего города потому что для меня Ленинград и ныне Санкт-Петербург остается моей родиной святым местом мое поклонение этому месту безгранично поэтому все что связано с сегодняшней дивной встречей оно особенно дорого потому что представить себе что фактически в день двухсотлетия Великой Колыбели поэта который связан не только непосредственно как великий поэт и великий мыслитель но как человек который создал последующее поколение и лучшее что было в последующих поколениях поэтому для меня большая честь что именно в этот день я приглашена я благодарю замечательное жюри благодарю за честь которую мне оказали я благодарю создателей и тех кто породил эту великую идею празднества Пушкинского великого праздника касающихся всех во все времена даже в самые неудобные для поэзии и самые отрицающие во многом поэзию я это говорю зная отлично имея основания к этому потому что когда поэзия была на вершине любви не только молодежи нашей страны но и всех поколений это было великое время великих сердец великих свершений и большого человеческого подлинного состояния в счастье быть порядочным человеком дальше ушло все а самое главное ушло вот это понятие порядочности потому что стала всеядность цинизм и необходимость обязательно соответствовать то что определено словом цена сколько стоит и сколько стоит и цена определяет ценность и высоту всего что окружает нас но никак не может определить такие понятия как великая поэзия великая музыка великие художественные скульптурные произведения потому что они перестали быть насущной потребностью и это потеря во времени это потеря фактически двух поколений молодежи я это знаю потому что когда я выхожу на сцену и на поклонах вижу кто присутствовал в зале кто смотрел как слушали я отмечаю разницу лиц потому что до того как начался спектакль и идет шум и было время когда просто напросто приходили необученные мальчики и девочки на спектакле и мешали не мальчикам и девочкам постигать и Горького и Чехова и Шекспира они пили пиво из банок они переговаривались они снимали на эти свои телефончики спасибо большое я в этом вижу согласие с тем что я сказала и так изменение лиц после спектакля то есть воздействие остается и восприятие остается просто там малость интереса по сравнению с 50-ми 60-ми 70-ми и даже начало 80-х годов то что пробуждал театр то что пробуждала поэзия постепенно сошло на нет и тогда вместо роскошного восприятия счастья чувственного восприятия осмысленного восприятия жизни стало время которое определено праздником тела следовательно цинизма очень большого уничтожение понятия великого любовь а любовь была всегда первопричиной поэзии я прошу прощения за столь большую преамбулу я просто хочу сейчас вам прочесть стихи связан непосредственно с памятью великих поэтов и так первое первое что мне хочется сказать это поблагодарить директора Ахматовского музея в котором я была который производит очень сильное впечатление и действительно тоже является святым местом и мне так приятно принимать эту премию вместе с вами потому что для меня это очень много значит и так Анна Ахматова я позволю себе следующее Цветаева которая посвящает Ахматовой целый цикл стихов маленькое стихотворение из этого цикла уму заплача прекраснейшая измус и смус о ты шальное ищадие ночи белой ты темную насылаешь метель на Русь и и вопли твои вонзаются в нас как стрелы и мы шарахаемся и глухое ох стотысячное тебе присягает Анна Ахматова это имя огромный вздох и в грудь он падает которая безымянна мы коронованы тем что одну с тобой мы землю топчем что небо над нами тоже и тот кто ранен смертельной твоей судьбой уже бессмертным на смертное сходит ложа стихи цвета посвященную мандельштаму я считаю что сегодня обязательно это нужно прочесть потому что мне сказали что существует три статуэтки Екатерины Великой Ахматовой и мандельштама и мне хочется прочесть цветаевское посвящение мандельштаму как бы некую компенсацию за то что этой статуэтки нет мандельштама и почему-то никто ее не взял поэтому я попытаюсь компенсировать стихами цветаевый ты запрокидываешь голову за тем что ты гордец и враль какого спутника веселого привел мне нынешний февраль позвякивая горбованцами и медленно пуская дым торжественными чужестранцами проходим городом родным чьи руки бережные трогали твои ресницы красота когда и как и кем ему много ли целованная твои уста не спрашивая дух мой алчущий переборол сию мечту в тебе божественного мальчика десятилетнего я жду помедлим у реки полощущий ночные бусы фонарей я доведу тебя до площади венчавший отроков царей мальчишескую боль высвистывай из сердца зажимай в горсти мой хладнокровный мой неистовый вольно отпущенек прости прости мальчишескую 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 а я приглашаю к микрофону наконец-то Сергея Михайловича Некрасова музея Александра Сергея директора музея Александра Сергеевича Пушкина вам слово ждали честно дорогие друзья сегодня большой праздник царскосельская премия уже 18 лет вручается лучшим людям без всяких оговорок можно это сказать потому что это всегда замечательные творцы это всегда замечательные наши сограждане это всегда добрые и чуткие люди и что самое главное премия это не государственная поэтому она от художника к художнику вот в этом ее ценность в этом ее необычность и в этом ее значение я не буду долго задерживать ваше внимание я хочу поздравить всех лауреатов царскосельской премии за 18 лет я сегодня первый раз в конце а не в начале говорю сегодня я хотел бы поздравить еще одного человека потому что среди тех кто присутствует в этом зале находится праправнучка Александра Сергеевича Пушкина Юлия Григорьевна Пушкина а у нее сегодня день рождения она так подгадала что Юлия Григорьевна я единственное могу сказать большое спасибо за поздравление единственный раз в жизни я свой день рождения отмечаю не дома но я не могла приехать потому что 200 лет это 200 лет и я 200 лет ждала приглашения сюда спасибо ну а я от вашего имени хочу Сергею Михайловичу пожелать сил потому что действительно потрясающие торжества и все на его плечах ну а мы встречаемся с вами как всегда здесь ровно через год спасибо всем и поздравляем всех лауреатов спасибо Спасибо.